Вот прямо огонь, как говорят наши дети. Три спальни, кухня, санузел разные. По конфигурации, кстати, очень удобно сделано. Сейчас покажу, как здорово сюда встанет хороший шкаф. На отопление работает двухконтурный газовый котел на отопление и на горячую воду. Друзья, добрый день, рада вас приветствовать на нашем канале Переезд Краснодара в Краснодарский край. Меня зовут Екатерина Романенко, Центр недвижимости Компромисс. Благодарю вас, что заходите на канал, что смотрите наши видео, а еще больше моя благодарность к вам за то, что доверяете, приезжаете и позволяете помочь вам выбрать дом вашей мечты. А где мы находимся, сейчас вам расскажу. В городе Крымске сегодня находимся 55 тысяч численность населения, она растет. Город находится в 103 километрах от города Краснодар и уже в 53 километрах от Новороссийска, а там вам вот и побережье. Но также Анапа тоже уже совсем недалеко. Что касается места в самом городе, мы не в центре. Мы сместились буквально порядка 2,5-3 километрах от города. Домик, который будем смотреть, у нас полностью реконструированный, прямо такой вот красавчик, как говорится. Вынесли все изнутри и заново занесли. Дом 80 квадратных метров на земельном участке в 5,7 сотки. Дом с ремонтом стоимость 7 миллионов. Пойдемте смотреть. Взошли мы с вами на участок. Давайте осматриваться. Начнем, как обычно, с ширины фасады. Ширина фасада здесь хорошая, порядка 20 метров. Забор на фундаменте. Фундамент, цоколь, далее металлоконструкция, профлист по фасаду, входная калитка, распашные ворота для заезда под машину. Машина заезжает под навес. Навес тоже огромный, на металлическом каркасе, профлистом подшита. Такая большая достаточная территория. Две машины заходят свободно. Далее двигаемся с вами на участок. Виноград, вижу, сидит. Тоже еще такая крыша, каркас металлический, вроде навеса, только в продолжении основного навеса. Ну, собственно говоря, сам участок. Здесь, видимо, была какая-то старая постройка. Ее разобрали, частично остался фундамент. Ну, при желании, может быть, в этом кусочке можно, да, в этом углу можно баню поставить, какие-то надборные постройки построить. А так, в целом, наш участок, он пустой, свободный, как говорится, свободный для творчества. В Крымске мы сегодня с вами находимся, смотрим домики. Первый раз для вас снимаем видеообзоры по этой именно локации. Пишите в комментариях, насколько вообще интересна именно эта территория. Будет нам полезна, если вам это нравится и интересно. В общем, про участок рассказывать, друзья, особо нечего. Давайте перейдем к дому и посмотрим, что у нас здесь. Значит, дом у нас, казава, основа 76-й год постройки, дом кирпичный, на фундаменте, высокий соколь у дома, но полностью дом отремонтировали, реконструировали, как говорится, вынесли заново, я такие дома называю, и занесли вновь, как будто построили новый дом. Стены, декоративная фасадная штукатурка, караед, также соколь в порядок приведен, коммуникации у дома все поменены, коммуникации все центральные, газ, свет, вода, канализация, септик, также новая крыша. Давайте посмотрим, пропильная система вся перекрыта, и также сверху накрыта уже материалом. Крыша накрыта у нас профлистом. Так, ну что, предлагаю заходить в дом, будем смотреть уже по ремонту и по планировке. Друзья, напомню, у нас есть интересный телеграм-канал, если вы еще на него не подписаны, подпишитесь, пожалуйста, там важная информация по рынку недвижимости именно Краснодарского края. Если планируете переехать в Краснодарский край, думаю, вам будет интересно. А мне будет приятно, буду благодарна за вашу подписку. Ссылка сейчас перед вами на экране, а также всегда внизу в описании каждому видео. Подпишитесь, пожалуйста. Дом у нас будет площадью 80 квадратных метров, на входе прихожая, далее жилые комнаты, три спальни, кухня, санузел. Итак, на входе встречает прихожка квадратная. По конфигурации, кстати, очень-очень удобно сделана. Сейчас покажу, как здорово сюда встанет хороший шкаф-купе. Вот сюда, между вот этой вот стенкой, дверкой, да, вот сюда хорошо становится на противоположную стену шкаф-купе, ну, 45-50 сантиметров встанет. Потолки натяжные, матовые, с точечными светильниками, стены оклеены обоями, на полу лежит клипка. Ну и вправо мы заворачиваем и попадаем уже в основную часть дома. Вот это площадь 14 квадратных метров, прямоугольная у нас предусмотрена здесь под кухню. Также есть такой, да, чтобы на крышу можно было попасть, потолочек натяжной, матовый, с точечными светильниками, все новые коммуникации. На отопление работает двухконтурный газовый котел, на отопление и на горячую воду. Фильтры на воду установлены. Здесь подготовлена рабочая стена для кухонного гарнитура. Соответственно, данная площадь у нас получается, это площадь кухни. Далее, прямо по курсу давайте будем идти. Здесь у нас расположилось помещение санузла. Санузел порядка 4,5 квадратных метров, стены облицованы кафелем, натяжные потолки матовые с точечными светильниками. И здесь правая сторона у нас предусмотрена, давайте посмотрим, под душевую кабину. При желании, если хочется поставить ванну, тоже вполне она здесь у нас поместится. Так, и далее у нас остается к осмотру жилые комнаты. Первая жилая комната вашего внимания. Давайте все смотреть. Комната квадратная. На полу лежит ламинат. Ламинат везде по жилым комнатам у нас заедина. Стены, оклеены обои и декоративная вставка. Радует, что обои такие вот спокойные. Такой цвет, который понравится многим. Потолок натяжной матовый. Есть точечные светильники там, где шторы у нас предполагают быть. Ну и, соответственно, место под люстру. Далее идем в смежное помещение. И здесь есть еще одна комната. В целом, можно смело говорить, что в доме две спальни. Дом с двумя комнатами. Потому что, понятно, что вот данную комнату можно либо как спальное место использовать, кстати, очень хорошо под детскую. Вот прямо огонь, да, как говорят наши дети. Потому что вот здесь можно детям организовать спальные места. А вот в этой большой комнате, сейчас еще раз в нее выйду, вполне можно организовать рабочее пространство. И телевизор, и рабочие поверхности. Знаете, сейчас же шмот на рабочие поверхности над окном. И вот если двое деток, например, да, если вот для семьи смотреть, то, смотрите, два окна, и очень можно хорошо сделать, чтобы рабочий стол был прямо на эту стенку с двумя, с двумя детками, с двумя рабочими местами. Если спальню для себя такую смотреть, то вот та две, это как раз классная гардеробная, например, или кабинет. Ну, в общем, такое. На скидку вам помещение подумать, потому что разместиться можно очень комфортно. Даже вот в такой площади с двумя спальнями. Потому что эта комната очень выигрышная. Ну, еще одна у нас комната. Давайте мы ее посмотрим. И тоже она у нас будет снежная. Точно такой же, как мы с вами смотрели. Давайте сразу открою, чтобы было понятно. В общем, чтобы никому не обидно было. И детям, если что, такая вот комната. Отдельно спальня, отдельно жилые помещения, да, для отдыха, для работы. И вот, пожалуйста, тоже себе такую же спальню можно организовать. Порядка 16 квадратных метров вот эти вот основные комнаты. Те, которые у нас, доп-комнаты, буду их так называть, площадью 9-10 квадратных метров. Приятно я сделал ремонт. Таких вот в спокойных тонах. Светлые обои. Подобрано как-то вот, ну, разумно подобрано. Вот мы с вами с комнатой с этой закончили. Друзья, мы закончили с вами осмотр дома. Благодарю всех, кто досмотрел наш видеообзор до конца. Если вы еще не подписаны на наш канал, пожалуйста, подпишитесь. Буду благодарна за вашу подписку, за ваши комментарии, за ваши лайки. Приезжайте к нам в Краснодарский край. С удовольствием поможем подобрать дом, который вам подойдет и будет радовать вас многие годы. Подписывайтесь на наш канал. С вами я Екатерина Романенко. Центра недвижимости и компромиссов.